Русская борзая Первое описание морфологических характеристик породы было дано в 1650 году, и с тех пор стандарт не менялся. Впоследствии известный собаковод Артем Балдарев выдвинул предположение, что борзая явилась результатом эволюции крупных собак, с которыми в Древней Руси охотились на веприи. Согласно еще одной гипотезе, борзая появилась в результате скрещивания лапландской собаки с татарской гончей. Борзая, чьё название стало символом быстрого бега, выбивается из схемы, предполагающей четкое разделение гончих собак на восточных и западных. На протяжении столетий борзая формировалась и развивалась в России, в стране наполовину азиатской, наполовину европейской. Данная порода, выведенная и доведенная до совершенства русскими охотниками, отличается большим ростом, а она наделена упорством, силой и смелостью. Эти качества необходимы для преследования волков и других лесных животных на большие расстояния. Обворожительная и величавая. Вдвойне прекрасная, благодаря своему восхитительному шерстному покрову, борзая в XVIII веке стала любимой собакой царской семьи, которая заботилась о ее разведении и преподносила ее в дар королевским семьям всей Европы. В XIX веке борзая попадает в Лондон и, став верным спутником английской королевской семьи, становится объектом желания самых знатных семей Британии. Александр II дарит несколько особей принцессе Уэльской и герцогине Нью-Каслской. Герцогиня организует работу по разведению этой породы в клубе НОЦ. Сегодня русская борзая разводится во всем мире и может гордиться огромным количеством ценителей, восхищающихся ее силой, быстротой и аристократизмом. Герцогиня организует работу по разведению этой породы в клубе Нью-Каслской. До 82 и более сантиметров для суп от 65 до 77 сантиметров. Внушительная и стройная борзая имеет относительно прямоугольную форму и служит в качестве охотничьей собаки, а также гончей. У борзой длинные туловища и голова, которые постепенно сужаются по направлению к мочке носа. Глаза крупные, миндалевидные, темные, с дружелюбным и умным выражением. Уши высоко поставлены, в нормальном состоянии поданы назад, а когда собака настораживается, выпрямляется. Мочка носа выступает вперед в сторону резцов и всегда черного цвета, независимо от цвета шерсти. Зубы крепкие, здоровые, хорошо развитые. Резцы имеют прикус типа ножниц или клещей. Шея длинная, мускулистая, покрыта густой шерстью и совершенно лишена подгрудка. Грудная клетка относительно длинная и сильно вытянута в сторону локтей. Круг длинный, широкий и мускулистый. Хвост посажен низко, имеет серповидную или саблевидную форму. Передние конечности поставлены прямо. Бедра задних конечностей широкие, длинные и мускулистые. Лапа овальные, с плотно сжатыми, сводистыми пальцами. Подушечки дают упругий толщок как при шаге, так и при беге. При движении рысью борзые выказывают удивительную легкость и подвижность, перемещаясь большими, упругими скачками. Шерсть длинная, шелковистая, волнистая или кудрявая. А крас может быть белым, с золотистым оттенком, варьирующимся от светлого до темного, а также с огненным оттенком с примесью черного. Морда и ноги темная, серого цвета, с оттенками от серебристого до желтоватого, с тигровыми полосами огненно-золотистого или серого цвета более темного оттенка, либо огненные или черные, со всеми промежуточными оттенками этих цветов. Субтитры создавал DimaTorzok Спокойная и сдержанная, всегда уверенная в себе, борзая может выступать опасным противником в схватке, ибо под ее наружной элегантностью скрываются силы и мужество. Несмотря на свою охотничью суть, эта необыкновенная представительница рода борзых может быть преданным членом семьи. Абсолютно неназойливая, она может часами не трогаться с отведенного ей места, не требуя к себе никакого внимания. Несколько робкая в присутствии чужих, она крайне редко проявляет агрессивность. Чувствительной, любящей, когда ее ласкают, борзая в то же время отличается аристократической сдержанностью. При всей своей кротости и спокойствии борзая в душе остается охотником, а потому в тех местах, где водится дичь, ее необходимо держать под контролем, так как если борзая пустится в погоню, это может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. Если вы решите приобрести борзую, подумайте, сможете ли вы проводить с ней все время. Смена хозяина может оказать самое пагубное влияние на характер этой собаки. Как правило, хорошо воспитанная борзая отличается уравновешенным темпераментом, отсутствием нервозности и опасной непредсказуемости. Превосходная представительница охотничьих пород, борзая отличается острым зрением, быстротой бега, особенно на короткие расстояния, и агрессивностью при встрече с дичью. Обладая порывистостью и стальными мускулами и сухожилиями, она максимально раскрывает свои способности в тех случаях, когда требуется быстрое преследование дичи. Чтобы хорошо понять характер борзой, необходимо помнить, что несмотря на свою врожденную быстроту, она из нескольких жертв выбирает для преследования ту, которая бежит медленнее остальных. Прежде чем взять щенка борзой в дом, необходимо тщательно взвесить это решение. Очень важно иметь в распоряжении место и время, необходимое для обеспечения щенку здорового и гармоничного развития, а также для его правильного воспитания. Разобравшись с этими аспектами, следует перейти к другим вопросам, важнейшие из которых – как вы собираетесь использовать собаку? Борзая может служить не только в качестве охотничьей или гончей, но и быть отличной сторожевой или комнатной собакой. В любом случае, перед приобретением щенка желательно посоветоваться с опытным собаководом. В течение многих лет занимающим сововедением именно этой породы может случиться так, что в клубах не окажется в наличии нужного щенка. Вы можете ждать своей очереди месяцами, и в этом случае остается только посоветовать набраться терпения и надежды на то, что у вашей семьи рано или поздно появится новый друг. Легче всего ожидание дается тому, кто намеревается держать собаку для каких-то конкретных применений, будь то охота, гон зверя или выставки. В идеале щенка следует брать в возрасте от 10 до 16 месяцев, поскольку в этом возрасте он уже достаточно большой для проведения таких мер, как прививки, тем более, что именно в этом возрасте специалисты собаководы предпочитают отдавать его в руки владельцев. Кроме того, именно в этот период жизни щенок наиболее готов к восприятию наставлений со стороны хозяина. Еще один момент, который необходимо учитывать при приобретении щенка, это выбор пола. Многие убеждены в том, что с кобелями меньше проблем, чем с суками, которые иногда отвергаются клиентами из-за течки. Но давайте рассудим. У взрослой суки течка происходит два раза в год, и каждый раз длится от двух до трех недель, что составляет 30-40 дней в год. Взрослый же кобель распознает запах текущей суки на расстоянии несколько километров, и это происходит все 365 дней в году. Так что проблемы, связанные с полом, более остро стоят в случае кобелей, которые всегда легче возбуждаются, чем суки. Воспитание щенка требует большого расхода сил и энергии. Питание должно быть правильным и регулярным. Очень важно не беспокоить щенка, когда он отдыхает, и не утомлять его играми или слишком длительными прогулками. Во время прогулки необходимо следить за тем, чтобы он не перепрыгивал через ступеньки, и чтобы дорога не была скользкой, так как в этом возрасте у него еще недостаточно крепкие связки и мускулы. Прежде всего, щенок должен хорошо усвоить свое имя, научиться гулять на поводке и ходить в раз и навсегда выбранное им самим место. Имя должно быть как можно более коротким и легким для узнавания. Когда щенок начнет приходить к вам уже по собственной воле, присаживайтесь на корточке, открывайте ему объятия и ласково называйте его по имени. Когда он окончательно запомнит свое имя, можно приступать к его выгуливанию. Щенок не знает предназначения поводка и поначалу смотрит на него как на ограничение. Никогда не тяните его силы и постарайтесь заставить его относиться к поводку как к очередному развлечению и средству открыть для себя новые и приятные стороны жизни. Щенка русской борзой особенно важно не отпускать с поводка, пока он не научится подчиняться вашим приказам. Прирожденный инстинкт преследования может в любой момент заставить его пуститься в погоню за добычей, не обращая внимания на вашу команду вернуться. Хотя собаки в принципе являются мясоедами, в результате длительного процесса адаптации они привыкли к пище неживотного происхождения. Во всяком случае рацион вашего питомца должен обладать высоким уровнем питательности, который варьируется в зависимости от возраста, физического состояния и климата. Корм должен давать ему основные питательные вещества, а именно белки, особенно мясные, углеводы, жиры, витамины и минеральные соли. Необходимо соблюдать правильное соотношение между основными питательными веществами, так, чтобы их было не слишком мало и не слишком много. Для того, чтобы щенок был достаточно упитанный здоров, его пища не должна быть ни слишком жирной, ни слишком постной. Признаком правильного питания является хорошая шерсть. Здоровое и правильное питание представляет собой решающий фактор гармоничного развития собаки, особенно в щенячьем возрасте. Содержание собаки в доме требует от хозяина соблюдения некоторых элементарных правил гигиены. Здоровая и счастливая собака легко узнать по густой и блестящей шерсти. Для сохранения красоты шерсти необходимо регулярно чистить ее щеткой, расчесывать, убирая поверхностную грязь, отжившие волоски и возможные узлы. Для этой цели лучше всего пользоваться гребнем и щеткой и стараться не прибегать к ножницам. Уши, глаза и нос чистятся ватным тампоном. Уход за шерстью служит также для профилактики заражений через паразитов. Дело в том, что между волосками и подкожей могут заводиться блохи и чесоточные клещи. В продаже имеются различные противопаразитные препараты и средства типа ошейников, порошков, лосьонов и лечебных ванн, которые могут быть прописаны ветеринаром в зависимости от возраста, типа шерсти, чувствительности животного, состояния его здоровья и легкости применения. Борзая и афганская овчарка могут прекрасно жить и в условиях городской квартиры. Но чтобы находиться в еще лучшей форме, они нуждаются в ежедневной длительной прогулке и в том, чтобы время от времени им давали побегать без поводка. Борзая и афганская овчарка Борзая и афганская овчарка Чтобы ваша собака не болела, необходимо регулярно показывать ее опытному ветеринару. Гарантия хорошего здоровья собаки в первую очередь зависит от правильного планирования прививок. Прививка против парвавироза ставится на 6, 9, 13 неделях, а затем на 6 месяце. Прививки против сапа, гепатита, лептоспироза ставятся на 8 недели, а затем на 3 и 6 месяце. Прививка против бешенства ставится не раньше, чем в 6-месячном возрасте. Все эти прививки затем повторяются ежегодно. Среди паразитов наиболее распространены глисты. Меры против глистов принимаются на 20-й день жизни одновременно с матерью, а затем повторяются примерно через 15 дней. Кроме того, для проверки на внутрихишечных паразитов необходимо раз в 3 месяца сдавать на анализ кал. Особо опасным заболеванием является сердечно-легочный филариоз, распространенный во всех влажных местах, где изобилуют комары. Паразиты, переносимые самыми обычными комарами, внедряются в кожу и в легочные артерии сапа, что может привести к смертельному исходу. Очень часто симптомы проявляются достаточно поздно, выражаясь в значительном ослаблении активности животного. Прививки против сердечно-легочного филариоза не существует, Однако с помощью специальных профилактических мер можно уничтожить личинки, занесенные комарами за 30-60 дней до начала заболевания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Собачья бега проводится на специальной площадке и представляет собой весьма эффектное зрелище. Минута предшествующая начала состязания исполнена всеобщего радостного возбуждения. Владельцы полностью посвящают себя уходу за собаками и по выражению их лиц легко угадать, насколько они взволнованы. С приближением старта возбуждение, который подогревается толпами болельщиков, судьями и тренерами, нарастает и достигает своего пика в тот момент, когда спускает собак, судорожно вытягивающихся в струну в безнадежной попытке догнать механического зайца. Дистанция обычно составляет 480 метров. В каждом забеге принимает участие от трех до шести собак, на которых должны быть намордники и накидки особой формы, утвержденные жюри состязания. Один забег состоит из предварительных туров и финала. Участвующая в гонках собаки подразделяется по классу и полу. А теперь дадим слово кинохронике. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.